Открытый урок Хабинского, конечно же, для самих ребят событие. Приезжает он нечасто, поэтому пропустить мастер-класс никто не отважился. Более того, к нему подготовились, представили проект под названием «Мечта». Мы решили все-таки своими силами добраться до небес и исполнить свои мечты. Взяли волшебную стремянку, которую никто не увидел. Вскрыли второе небо и закинули наши шпаки. Но сначала мы спасли мечты остальных жителей, а потом эти жители помогли нам. Поначалу это было очень сложно, но потом, когда ты вникаешь в процесс, понимаешь уже, что ты делаешь, о чем ты рассказываешь людям, уже становится намного проще. Сам Хабинский считает совсем необязательным давать им какие-то профессиональные навыки, хотя был и творческий разбор после просмотра. Я хочу, чтобы они вытащили из себя все то, что так стараются усердно спрятать, говорит артист. Только из этих вот шуток, игр, дурачеств может родиться какая-то интересная нота, интересная мысль, которую можно донести. Потому что нет ничего хуже, чем серьезно, драматически переживающий ребенок на сцене. Такие занятия с детьми бесценны, считает начальник Сочинского управления по образованию и науке. Это работа для души, творческая, для того, чтобы ты стал личностью, чтобы ты умел коммуницировать, чтобы ты нашел друзей, чтобы ты нашел дело, которым тебе интересно заниматься и которое, возможно, не сделает тебя никогда актером, но ты сможешь достичь в жизни. И сегодня же Хабинский объявил о проведении летом в оздоровительном комплексе Дагомыс и Российского фестиваля «Оперение-2017». В нем примут участие воспитанники творческих студий из 11 городов России, которые и продемонстрируют актерам и режиссерам российских театров то, чему научились за этот год. Кроме того, состоятся встречи со звездами, музыкально-пластические и поэтические импровизации, флеш-мобы. Гелена Овсексина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».